Болезнь Бехтерова Болезнь Бехтерова Болезнь Бехтерова Аутоиммунные заболевания Это, по сути, когда организм Иммунная система организма Неправильно начинает узнавать Саму себя И начинает атаковать себя Вместо того, чтобы защищать нас От инфекций Или, например, онкологических заболеваний Исследования этой болезни Ведутся еще с 1920-х годов Когда русский невролог и физиолог Владимир Бехтеров подробно описал причины И ее симптомы На протяжении долгих лет велись работы Во многих научных лабораториях В Национальном исследовательском Медицинском университете имени Пирогова Как заверяют сами ученые Работа над созданием препарата Велась 15 лет Первые клинические исследования Начались в 2021 году Два года вели наблюдения И сбор информации Об эксперименте над лекарством В научных статьях Они описали удачный пример Применения препарата В ходе одного исследования Удалось добиться ремиссии пациента И значительно уменьшить боль Это первый в истории случай Когда удалось остановить прогрессию На довольно длительный период Немаловажно и то Что ученые смогли добиться И уменьшения структурных изменений суставов Ученые нашли новую мишень На так называемых Аутореактивных Т-клетках То есть Аутоиммунных Т-клетках Собственной иммунной системы пациента И эти антитела Связываясь с этими Аутореактивными Т-клетками Снижают их активность И тем самым Замедляют развитие заболевания Но на самом деле Эта публикация На самом деле Это часть фундаментальных работ Связанных с поиском Вернее исследованием Точных механизмов Как этот препарат Эти антитела действуют А сам препарат Уже находится на второй стадии Клинических исследований Первый Мед Сеченовский университет На своей базе Совместно с компанией Биокат Проводит клинические исследования Которые уже показали Безопасность препарата На первой фазе Клинических исследований И сейчас Компания И университет Приступили Ко второй фазе Клинических исследований Ученые утверждают Что препарат Может послужить Основой для Производства Эффективных лекарств Для лечения Различных Аутоиммунных заболеваний Еще осенью 2022 года Министерство здравоохранения России Выдало разрешение На проведение Третьей фазы исследования Если испытания Будут удачными То препарату Выдадут сертификацию Ожидается Что лекарство Будет пущено В массовое производство В течение Двух-трех лет Карина Саяхова Николай Осуховский Универ новости